Добрый день, меня зовут Дмитрий Эйлер. Сегодня 25 августа 2020 года и это аналитика для клиентов брокерской компании Amarkets. Начнем с пары фунт-доллар. Фунт-доллар сейчас находится в откате. Откат этот не очень хорош для конструкции продаж предыдущей. И здесь два варианта развития событий. Уровень 1.30-975 является ключевым. Откат может, если цена здесь закрепиться и от него отскочит, откат продлится до уровня 1.30-1.30-1.30-1.30-1.30-1.30-1.30-1.30-1.30-1.30-1.30-1.30-1.30-1.30-1.30-1.30-1.30-1.30-1.30-1.30-1.30-1.30-1.00. Доллар-франк. Небольшая флетовая ситуация возникает. Сейчас потенциал покупок у франка до уровня 0.91-337. С текущих позиций здесь должна быть точка входа. Если она появится, то можно его купить до уровня 0.91-337. Если его пробьет, то покупки продолжатся. Отскок от этого уровня будет означать, что флетовая конструкция сохраняется. И здесь нужно будет рассмотреть продажи при хорошем движении, для того, чтобы понимать и можно было посчитать потенциал этих продаж. Доллар-иена. Доллар-иена тоже в небольшом флете, но уровень 106.003 является коррекционным. Коррекция от него уже произошла. Сейчас он пропит. Правда, все равно потенциал покупок по йене сегодня это 106.00-183. То есть цену ждем здесь. И отсюда уже коррекцию. Посмотрим, во-первых, насколько будет сильная коррекция. Возможно, покупки продолжатся, что на самом деле более вероятный сценарий. Но по факту уже будем смотреть, когда цена нам об этом скажет. Канадский доллар. Вчера вечером достаточно сильное, огромное движение вверх. И сейчас я ожидаю коррекцию. То есть, каков сценарий развития событий должен быть здесь. Откат к уровню 1.31991. Здесь формирование точки входа на покупки. И продолжение покупок до уровня 1.32944. Это потенциал от этого движения. То есть, это третья волна, достаточно большая. И учитывая, что волатильности не очень много, у канадцев может не хватить. Возможно, цена дойдет только завтра уже. Но вот этот вариант развития событий, он самый правильный. Смотреть его нужно именно в таком ключе. Если уровень 1.31991 будет пробит, то никаких покупок уже здесь не возникнет. У нас сформируется флетовое накопление. И здесь уже нужно будет смотреть продажи до нижнего уровня 1.3147. Золото. У золота сейчас происходит откат. Откат к уровню 1.31811. Здесь я ожидаю формирование точки входа на продажи. И продаж до уровня 1.3191297. Это именно на сегодня потенциал. То есть, сегодня, я думаю, достигнет этого минимума золота. Поэтому ждем. Главное, чтобы сформировалась точка входа у уровня 1.31886. Если его пробьет, то здесь, к сожалению, тоже может возникнуть флет. Он здесь очень напрашивается. И, собственно говоря, нужно будет в этом флете... Но торговать не очень, конечно, золото во флете. Нужно будет ждать выхода и какого-то... Нефть. Неплохо так ее продавили, конечно, до цены 44 доллара за баррель. Сейчас нефть находится над ключевым уровнем 45.55. Движется к сегодняшнему первому потенциалу. Это уровень 45.97. Посмотрим, как этот уровень устоит. Если все-таки нефть его пробьет, то ее потенциал покупок составит на ближайшие два дня. Это уровень 47.09. Ну, а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал брокерской компании Амаркетс. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Все ссылки в описании. Всего доброго. Удачи в торговле. Субтитры сделал DimaTorzok